Я вообще должен сказать, что мы приходим сейчас к концу 2020 года с результатами, которые были самыми худшими за последние десятилетия. Ну, во-первых, сегодня долгов государственных у Иркутской области гораздо больше, чем в любое время до сегодняшнего дня. Еще начиная с декабря прошлого года администрация области начала брать бюджетные кредиты. И таким образом сегодня набрала уже дополнительно 20 миллиардов. Первое. Это огромная сумма, которую придется отдавать, очевидно, не им, потому что они понимают, что они отдать ее не смогут. Это как всегда. Один берет долги, а другой их отдает. Второе. Мы видим, что те общие цифры, которые сегодня переданы в законодательное собрание Иркутской области, они гораздо меньше, чем бюджет этого года и бюджет прошлого года. То есть они сегодня попросту расписались в том, чтобы наполнять бюджет и обеспечить все социальные траты, которые на тот уровень, который мы вышли за предыдущие четыре года. Ну и еще я должен сказать, что наряду еще и с долгами, наряду с этим маленьким бюджетом, очень непорядочная политика идет в отношении этого года. Мы все четыре года больше 15 раз увеличивали бюджет. Как только в течение года я видел, что у нас в бюджет поступает налогов больше и сборов, я обязательно выходил на законодательное собрание, и мы смотрели вместе с депутатами, принимали решение, куда направить эти дополнительные деньги. И таким образом три-четыре раза в год. А тогда, когда сегодня мы видим, что бюджет не наполнен, и все программы режутся, сегодняшняя исполнительная власть об этом стыдливо молчит и ведет дело к тому, чтобы, ну а как получится в конце года, так получится. Это нечестный подход. Депутатам не говорят, общественности не говорят о том, что сегодня денег в бюджете нет, и они не могут ничего сделать для того, чтобы эти поступления увеличивать. А потом уже по факту, сказать, ну знаете, не смогла, так не смогла, как говорится. О сложном просто разложим все по полочкам. Честно и только от проверенных источников информации. О сути событий и настоящих причинах региональных проблем. Мы не молчали, не молчите и вы. Смотрите нас обязательно. Каждое воскресенье в прямом эфире. Продолжение следует...